Девушки отдыхают Ха-ха-ха-ха! Неплохой паричок, Квирк! Это что, тряпка или мочалка? Ты это нарочно сделал, Вилка! Я тебе беру под своё наблюдение ещё один раз что-нибудь, и ты вылетишь отсюда! Уничтожить! 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 Девушки отдыхают Хммммммм... Ай, чё? Аууууууууууууууууухууууу! Ого... Спейс Квейст Пятая часть Ну что, друзья Вот Очень давно когда-то я Когда был еще Помоложе Очень любил фантастику Появилась такая игра Спейс Квейст Новая мутация Так захотелось Опять ее пройти Уже сейчас Ну правда Это программа поддосовская Поэтому пришлось еще дополнительное приложение Скачивать, чтобы Можно было на десятке его смотреть Но Но Очень захотелось Еще раз ее пройти И донести ее до вас Я думаю, что вы С удовольствием Посмотрите Эту Игру Большие приключения Ходилка Поисковик Приключения Все вместе И космос Итак Роджер Вилка Новая мутация Шеф фирмы Кен Вильямс Художник Марк Кроу Переводчик Леонид Соболев Постановщик Шон Шарп Хакер Елененко Режиссер Марк Кроу Капитан Фрегат Извращенец Звездная дата 27.09.67 Адмирал Флота Роджер Вилка Содержание Извращенец Направляется Неизведанный Район Космоса Миновдутский Треугольник Чтобы расследовать Судьбу Таинственно Исчезнувших Там кораблей Конечно же Я был избран Для этой миссии Благодаря моим Огромным Военным успехам А также Как талантливый Дипломат Я полностью Уверен В своем корабле И людях И хотя Характер У меня Не из легких Я никак Не могу Забыть Своё путешествие В будущую Встречу С моим сыном Каждую ночь В моих снах Появляется Образ Женщины Мужем Которой По его словам Мне суждено Стать Я знаю Что она Где-то рядом Где-то здесь Но сейчас Это не имеет Значения Судьба Триллионов Мыслящих Существ Зависит От решений Которые Мне может быть Придётся Принять Как капитан Лучшего флагмана Конфедерации Я должен следовать В одной Генеральной линии Смело Идти туда Где не ступала Нога Нет Это слишком Банально Отважно Отважно Трансовать Там Где Ещё Не странсовал Никто Нет Лучше Как-то По-другому Ой Ну И Чёрт С ним Отважно 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 Всем боевым станциям Включить поле Направить Галбицы Нейтронные лучи Наведены Галбицы Заряжены Всем боевым станциям Поджечь Нейтронные Фитили Хе Кадет Вилка Что Седьмое Звёздное Скопление Тебя поделит И делаешь Шпенажёр На мостике Выклякивай Отсюда Свои жалкие Скелеты И вали на урок Где ты должен быть Салага А если Я тебя Ещё раз Здесь застану Без разрешения Ты вылечишься Кадемией Так быстро Что проткнёшь Пространство Время Тренировка Прервана Тренировка Мечты Вилка От дальних Космических Странств Были грубо Разбиты Капитаном Квирком Роджер Выходит Из пленажёра Но у мостика В коридоры К Академию Которую Он поступил Стараясь Воплотить В жизнь Свою давнюю Мечту Стать Капитаном Бежзвёздного Корабля Последние Несколько Месяцев Были Нелёгкими Для нашего Героя По горло Занято пропусками Уроков Просыпаниями Лекций Старшиной Борьбой Но наш Бесстрашный Генерал От санитарии Смело Преодолевал Все эти Препятствия Преследуя Свою цель Завидным Упорствами Находясь В блаженственном Неведении Что судьба Готовит Ему Очередную Гадость Так Ну что Пройдёмся По коридорам Что у нас Здесь В конце Коридора Расположен Дворницкий Шкафчик Так Наверное Он нам Когда-то Пригодится Пойдём Дальше Так Какой-то Проход Что там Это коридор Ведёт Зал Большого Купола Ну Пройдёмся Посмотрим Что там Чёрт Нам же Надо идти На занятия Ну ничего Посмотрим Вам сюда Нельзя Молодой человек Да-да Я пока Ещё Никто Чтобы здесь Ходить Молодой человек Пойдём Дальше Так Пошли дальше По коридору Да Немножко Ускоримся А то что-то Сильно Медленно Ходим Ну Пошли дальше Ой Ой Как быстро Пошёл Так Ну Чуть-чуть Помедленнее Чуть-чуть Вот так Да Поехали Так Что это у нас Тут Это дверь Конферен С комнатой Ну-ка Сюда Уровень Твоего допуска Слишком низок Чтобы ты мог Пройти в эту комнату Вообще-то Он настолько низок Что тебе нужно Просить для решения Даже чтобы Сходить в сортир Очевидно Не здесь Ну ладно Пойдём дальше Где же Наша комната Учебная Так Так Какие-то тут люди Члены дружной команды Кадетов Старкона А эта дверь Уйдёт в одну Из классных комнат Где что Первый лётный класс Пишет Семестру Выконтрольную Ну-ну Это наверное Нам сюда и надо Ну-ка Давай Чик Точно Запустили Значит Наверное Тут Что-то Делается Извините За поздание Профессор Ой Ах ты Подлый Халди Сегодня Семестра Контрольная Работа Да Сэр Сейчас же Приступлю Что Поговорить с вами После урока Как скажете Сэр Ах ты Елки-палки Сложно Справа Ага Там Сейчас Метердрам 5000 Не сканирует тебя Если хочешь сделать что-то Нехорошее Делай это быстро Ясно Когда он отворачивается Можно смотреть Не подглядывать Так Воли Сначала Сначала Затем А Сначала С Затем Б Затем А Так Наверное 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 Нет Нужно подглядеть Подглянем Подглядим Итак Пятый пункт Так Интересно Интересно Сначала С Потом А Потом Так Перед телепортацией На неизвестную планету Необходимо проверить Что? Ремни перестегнуты Столики Подняты Сумки Убраны Из проходов Никто не курит В туалете Змейка Застегнута Шнурки Завязаны Клапан Тцер Там Маски Перекрыт Атмосфера планеты Нетоксична Я думаю Что планета Ну подглянем Подглядим Пятый пункт Ну так я и думал Планета Что атмосфера планеты Нетоксична Да Ты на чужой планете Без всякого оружия И с андроидом Убийцы На хвосте Жизненно Необходимо Собрать Основные Ингредиенты Для пороха Сводить Орудие С полакеля Запихнуть Банан Ему В выхлопную трубу Сбросить На его скалу И крикнуть Остоловиста Беста Вывалиться В грязи Чтобы замаскироваться Остоловиста Бэби Залезть на дерево Дико Замахать руками И заорать Чвик Чвик Чтобы Сымитировать Брачный крюк Свинового образа Ну-ка Подглядим Я думаю Что все-таки Скинуть склад В скалу Третий Третий пункт Третий пункт Да Сбросить На него Скалу И крикнуть Остоловиста Бэби Так Ты работаешь Товарищем Скафандри В беззвучном Беззвучном Пространстве Вдруг Замечаешь Что он Синеет И хватается Руками За горло Это означает Что А Тебе Скоро Понадобится Новый Товарищ Б Поры Космического Вдохновения Он изобрел Новый Танец Лунная Походка Три Он Страдает А Витаминоза Ему На старую Шутку Теннисный Мячик Водушном Шланге Е А И Д Я думаю Что все Таки А И Д Подглядим Ага Так Пятый Пункт Ну конечно 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 Это Пятый Пункт Так Чтобы Увидеться Чтобы Убедиться Что микроволновая Печь на Борту Корабля Работает Нормально И Греет Пищу Аккуратно Нужно А Обернуть Печь Валюминиевую Фольгу Всякий Раз Готовить Пищу На максимальной Мощности Класть Еду Живого Пищ Червя Готовить Еду На ваших Двигателях Накачивать Раствор Плутония Каждый раз Каждый Кусок Пищи Подглядим Подглядим Я думаю Что все Таки Червя Нужно Положить Если он перестал Шевелиться Значит Уже Все Готово Так Ну конечно же Класть Еду Песчаного Червя Если Глип Глип Покидает Краб Он не Не Был В 3202 Где Галактическое Стандартное Время И Пролетает Тысячу Миллион Шестьсот Километров В секунду Когда он Доберется До планеты Дивков 5 Идя Аверсаном Так Через 49 часов Никогда Солнечный вечер Так Через 37 Стандартного дня Так Никогда Нейтронная Звезда Не была Настолько Массивна Что корабль Это Скорее Всего Последний Ну Посмотрим Да Последний Так Ну Ловко Подглядываем Никогда Нейтронная Звезда Не даст Какова Скорость Цвета Вакуума 1866 Миль Час Очень 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 669 Миллиона 600 Тысяч Кирмит Час Зависит От Выпрямления Это Или От От Выпрямлен Это Или Канистровый Вакуум Наверное 5 Классно Вот Это Да Вот Это Здорово Скорость Света Вообще То Конечно Заня Ни От Чего Не Зависит По Закону Физики А Здесь Что Подскажет Нам Так Последний Пункт Ну Конечно Зависит От Выпрямлен Это Или Канистровый Вакуум Что Является Примером Нечеткой Границы Зона В космосе Между Двумя Планетами В которой Третья Меньшая Планета Не притягивается Ни одной Из Выше Названных Планет Темпорально Имитированные Нуль Фотосфера Черные Дыры Место Где волосы Плавают Переходят Эту В Тер SAR Нет Чем Видим Shoulder Память Переходят Пр accomplish Нак Зоны в космосе между двумя планетами. Вторая третья, меньшая планета не притягивается ни к одной из них. Ну что ж, так. Ну и десятый вопрос. Для успешной мануальной молекулярной интеграции на стандартный телепортере необходимо имитировать фазовую полярность в инфекции сети, дернуть за веревочку, яростно молиться любому божеству, в котором ты веришь, началась, а потом позвонить в TNG Soft. Хе-хе-хе-хе-хе. Я думаю, что все-таки первая часть. А. Ну что подскажет нам сосед? Подглядим. Конечно же А, друзья. Да-да-да-да-да. Ну что, опа. Так, тест закончен. Что, тест уже закончился? Да, сэр, я полностью с вами согласен отмыть герб Старкона. Вполне подходящее наказание за опоздание на урок. Сейчас пойду работать. Эх, ну что, пошли дальше. Так, ну пройдемся, посмотрим, что тут здесь. Так, мы же помним, да, где у нас там комнатка была. Но все равно пройдем, посмотрим еще здесь. Так, о. Так, 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 за этой дверью находится тренажер-мостик, откуда нас выгнали. Это еще немного светящийся радостью лискадетов элитного корпуса Академии. Так, а это у нас... Да, расположен дворницкий шкафчик. Так, мы сюда и идем. Ну, пошли, пошли. Так, и раз... Опа, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, сколько на нас всего свалилось. Так, ну-ка, ну-ка, что тут у нас? Посмотрим, что это у нас. Так, что-то надо уборщика вызывать. Так, это крутотер. Машина сидельного крутильного типа для чистки полов. Так, это надо взять. Я так думаю, что это для нас. Ты запихиваешь крутотер свой кажущийся бездомным карман. Так, что там еще осталось? Это большие, яркие, конические тела. Нужно ставить на пол, дабы смутить двух неискушенных пешеходов, дернувшись и совершить проход по скользкому полу. Так, надо это взять. Надо взять, да. Вот так. Ты запихиваешь комсы в свой кажущийся бездомным карман. А это все мы прибираем. И пошли работать. Так, ну, эмблему мы увидели там где-то, да? Пойдем посмотрим, что у нас там. Не, ну вообще классная игрушка, конечно. Конечно, с графикой тут немножко слабовато. Ну, это же когда делалось, ребят. Это 93-й год. Это 93-й, 94-й год. Это все еще самое начало. Поддосовская игра, конечно же. Так, ну что? Что у нас там? Запишемся на всякий случай, да? Ну, ребята, я тут уже немного полазил по ней, поэтому у меня тут где-то что-то позаписано. Вот. Ну, мы, так скажем, по-новому записываемся на начало. Так, ну что, давай. Хватит думать. Соображай. А, он, кстати, и тогда так долго записывался. А, ну, тут как бы все это копируют. Так, давайте поставим конусы. Расставим. Чтобы никто тут не ходил. Раз. Два. И, конечно же, три. Так, что нам там еще нужно достать? Да-да-да. Круто, полотер. Да, ставим его сюда. Так, надо его как-то включить. А, надо пальчиком нажать, да. Пальчиком. Чико. Ух ты какой. Так, сели. Где что-то старте. Ну? Мама. Хо-хо-хо-хо. Так. Ну-ка, ну-ка, погнали, погнали. Так, быстренько чистим все. Да-да-да. Классненько, классненько это все происходит. Так, 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 так. Да, надо же почистить, иначе не засчитается. Кстати, справа, видите, счет? Это там, так скажем, набираются очки. И чем лучше ты выполняешь задания, тем более шею очков. Так что, поэтому мы стараемся выполнить все очень хорошо. Так, что-то тут у нас, по-моему, здесь вот не вытерт. Так. Ну, какой золотой значок, а, Старклана. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай, надо без пропусков все делать. Так, 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 так. Так, хорошо. Хорошо, полутер какой, а. Вот, вот бы мне такой домой, а. Да, неплохо, неплохо, давай-давай-давай, чисти, чисти, вилка, чисти, и будет тебе радость. И будет тебе удача, и будет тебе везение, и будет все. Так, ладно, поехали дальше. Так, это почистили, еще в центр осталось почистить. Давайте скорее почистим центр. Да-да-да-да, так. Ну, что такое, так, там почистили все. Все. Миссия выполнена, мы почистили значок Старклана. Опа. Что-то за новые тут персонажи. А, ну да, ну да, это, наверное, да-да-да. Как видите, посол Лангмейстер, у нас в Академии очень строгая дисциплина. Наша Академия Гордость Звездной Консервной Адерации, это заведение одной из лучших. Я безумно рада видеть, что наши герои, что наши налоговые банки, книги не полностью идут под хвост Арату. Так, мисс Вакмейстер, тут у нас большой зал главного купола, заложенный звездного часа 09-2009-97-007. Мисс Вакмейстер. Извините, но не вы ли Роджер Вилка, тот, который победил Стариенков несколько лет назад? Ох, какая красавица. Ммм, как она глазами стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Внезапно всё всплывает у тебя в память. Это она, женщина, которую ты видел на Галодине с кем в SQ-4. Эээ, давай, Роджер, скажи что-нибудь умное. Эээ, ну, это самое, ну... Эээ, да ты сразил её на повал. Как радостно видеть, что ты все такой же галантный и обходительный. Ой-ой-ой, да... Извините, посол, но нам нужно на совещание. Я вас представляла по-другому, Вилка, до встречи. Одну минуточку, кадет. А пятнышко-то пропустил. Хе-хе-хе. Извините, сэр, но лучше бы вы смотрели под ноги. Пол всё ещё мокрый и самую малость... Ммм... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Самую малость скользкий. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, неплохой паричок, Квирк. Это что, тряпка или мочалка? Да это нарочно сделал, Вилка, и я тебя беру под своё наблюдение. И ещё один раз что-нибудь ты вылетишь отсюда. Ну вот они и пошли. Поговорили. Ладно. Так, заберём. Так. Так. Ну конечно, тебе не нужно их убирать, эти комусы полностью ещё мокрые. Пошли. Уходим. Что же будет дальше, друзья? Что же будет дальше? А дальше будет непонятно что. Всё, итак, мы идём. И тут что-то происходит. Так. Опа! Мышь побежала. По станции бегают мыши. Откуда? Опа! Вот это да. Ну-ка пошёл. Там какая-то большая, большая учислительная машина. Конечно же. И мышь полезла туда. И что-то она там сделает. Итоги теста. Имя итоги. Ельцин. Неут Эйнштейн. Неут Вилка. Думаю, 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 думаю. Опа! Ух, какая мышь! Ух ты! Короткое замыкание. Ну всё. Сейчас что-то будет. Что это было? Что это было? Что это было? Извините, капитан. Вы не подняли руку. Итак, как я уже говорил, посолом Мессер, мы довольно удалённой точкой. Мы просто не можем выделить корабли такой громоздкой террасы. Я думаю, что вы не представляете себе возможных осложнений, которые могут возникнуть в связи с этой проблемой. Если эти геологические бандиты будут продолжать сбрасывать твой стратический мусор где-то, где и когда захотят, последние бусы будут чудовищными. Могут быть опустошены целые планеты. Я думаю, на несколько не переоценивайте ситуацию, посол. Даже в этом случае у нас более чем достаточно кораблей. Послушайте, посол. У Старкона полна суперсовременных кораблей. Они укомплектованы отличным экипажем. Академия принимает и пускает только лучших из лучших. Это ты, послушай, голова из тряпки мусор сбрасывают в этом секторе. Прямо под твоим кривым носом. И в одной только квадрате ГГБ наши патрули засекли четыре загаженных планеты. Да, он сделан из настоящих волос. Тем не менее, я бы хотел больше узнать об этих точках заброса. Может быть, сегодня за ужином? Я уже передала главному командному Старкона координаты засеклиемых планет вместе со списком подозрительных точек. Прекрасно. В каком случае капитан Кирик отправится в рейд по этим местам и расследует ваши претензии, посол? Адмирал, я приму участие как наблюдатель. Адмирал, это невозможно. Инструкция категорически запрещает участие гражданских лиц в военных операциях. Эээ, адмирал, я думаю, что это вообще-то здравый смысл. По-по-по-моему, мы хорошо сработаемся с мисс Латмай и Мангкейстер. Адмирал, я могу вам напомнить, что я являюсь официальным представителем населения квадранта ГГБ с полным статусом посла и в качестве такого... Ненамеренно... Хорошо, хорошо, посол. Всё правильно, так или иначе, вы полетите только с капитаном Кириком, потому что я не вижу причин для его отвора. Между прочим, мы здесь говорим о моей системе, о моих людях. Ладно, я отправлюсь на корабль. Лечу с этим капитаном. Разговор окончен, мы отправляемся. Всего хорошего, джентльмена! Опа! А тут наш вилка. О, просто великолепно. Спаситель вселенной во всей своей красе. Здесь есть где-нибудь метла твоего имени? Ой, извините. Продолжай в том же духе, Роджо. Это было крайне увлекательно. Да, эта сволочь хотела у меня содрать ответы по тесту. Да-да, он про меня. Тихо, вон он идёт. Это чудовищно. Я полностью провалил свой тест. Я никогда не стану капитаном. Очень-очень плохо ходит, Шварг. А ты как написал, Роджо? Пока не знаю. Оценки висят на доске объявлений. Надеюсь, у тебя получилось лучше, чем у меня. Ну, пойдём посмотрим на доску объявлений. Где-то она там у нас находится. Так, вот, кажется, она. Тут, вон, кадеты все стоят. Да, толпа кадетов, Роджо, доски объявлений. Так, как это надо посмотреть? Так, подойдём сюда. Ну, поближе подойти надо. Подходим. И давай смотреть. Толпа кадетов. Ой, так-так-так-так-так. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Так, что-то я где-то не там, наверное, стою. Или что-то не пойму. Так. Но. Очевидно, не здесь. Да, вот это вот иногда заморачивает. Толпа кадетов. Так. Ну что, перейдём ещё чуть-чуть. Так. Ну-ка. Толпа кадетов. Так. Ну куда же, куда же. Что же никак не получается, а? Ну бывает такое, да. Тут бывает такое. Да, что с ними говорить. Может, ты их ждёшь правильно. Так, 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 так. Толпа кадетов. Толпа кадетов. Толпа кадетов. Да что? Вот так вот. Как-то получилось. Так, что мы... Да, 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 да. Ну-ка. Что у нас тут? Ого-го-го-го. Старкон. Результаты контрольной. Кадет Вилка. От лица администрации я поздравляю вас с отличными результатами по тесту. И никогда в истории Академии кадет не получал столько сроки. Роцен и гордитесь собой. У вас есть на это полное право. По рекомендации нашей компьютерной системы вы пройдёте курс. Обучение капитанов. Капитан Квирк утвердит ваше назначение. Академия гордится вами с уважением. Результаты твоего теста возьми в рамочку и повесь на стенку. Результаты твоего теста повесь на стенку. Забираем их. Да неужели? Ес! Ес я, капитан! Друзья, это вещь. Так, итак. Итак, пройдя на выходной курс интенсивной подготовки титана на планете имени Энгельса, Роджер Вилка направляется к своему новому кораблю Эврика. Так, это не он. У-у-у, да это не корабль, это же мусорная шаланда. Ну нифига себе стал капитаном. Так, долго перегружаемся. Так, тут друзья, что-то... Синк. Здравствуйте, сэр, меня зовут Друль, я заведую навигационной системой и оружием корабля. Фло, связистка класса 4. Фло. Привет, экипаж, я Роджер Вилка, ваш новый капитан. Я знаю, что кому-то может не так нравиться служба на Эврике, как мне, но одно я вам обещаю, Эврика станет лучшей мусорной шаландой во всей конфедерации. Нам некого бояться, кроме себя, так что выше головы, наше дело правое, мы победим. И мы все, мы, словно, на перекате поле, рожденные свободными на свежем ветру, летим куда хотим, давайте начнем работать и работать весело. Это не просто работа, это приключение. Он сам первый начал. Это я простой. Наконец-то с нами живой человек. Фло. Я этого не говорила, Друль. Итак. Ух ты, как он у нас скрипит, кресло командирское, а? Итак, посмотрим, что у нас тут. Маленькие экраны показывают состояние корабля. Систем корабля. Так, сам центр. Так, это у нас кто? Это у нас Друль, подчиненный, обслуживающий систему навигации оружия. Это у нас, это у нас кто? Это страдистка Кэт, то есть страдистка Флоу, твоя жизнерадостная подчиненная. Массивные двери докового отсека станции сейчас закрыты. Так, ну-ка. Что у нас здесь? Эта кнопка активирует механизм самоуничтожения. Эта кнопка у нас вызывает научного работника. Так, а эта? Эта капитанского мостика, видно. Так, кнопка нужна для связи с инженером. Так, ну-ка, понажимаем. Так, ну, активировать мы, конечно, не будем самоуничтожения. Проверим. Наявники сейчас нет научного работника. Так, эпа-то клик. Так, состояние систем, замаскироваться, так. Все в порядке, сэр. Что-нибудь еще, сэр? Как дела? Как скажете, сэр. Так, ладно. Ну что? Сохранимся. Сохранимся. В этой игре нужно, кстати, почаще сохраняться, потому что можно попасть очень-очень интересно. Ну что, забьем. Куда забьем? Забьем. Начало. Один. Окей. Записать. Сохраниться. Чаще, друзья, сохраняйтесь, иначе можно попасть. И все начинать сначала. Но бывает так, что нужно сохраняться. Все время новое нужно делать. Так, ну давай, поприказываем кому-нибудь. Фло. Связь с кораблем. Со Снарконом. Вызываю, сэр. Вылет разрешен, капитан. Поступил приказ собрать мусор у планеты Пию, Гамампортсус и Большая Садовая. Ух ты, какие по названию. Так, двери дока открываются. Так. Лечь на курс. Какие координаты, сэр? Ну, координаты это нужно искать дополнительно. Так, вводим координаты. Пять, шесть, три, три, четыре. Запоминайте, координаты по-другим мы никуда не отправили. Вернее, вы отправитесь непонятно куда. Координаты установлены, готовы к полету. Скорость света. Я перейду в подпространство, как только вылечу с базы. Поехали. Встали на курс и пошли. Отпространство. Так. Опа. Это что это тут такое? Новый какой-то корабль. Ух ты. Так это андроид какой-то. Так, 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 так. Поступает ему приказ. Свилка уничтожить, уничтожить, уничтожить. И мы, и он полетел за нами. Так, ладно, летим. Что, поболтаем, нет? Что мы ждем? Что мы хотим? Так. Так, 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 так. Вечно, курсово. Нет, нет, ничего, это так. Угу. Вот это ответы. М-да. Так, связь с кораблем, отмена приказа, покинуть корабль. Работать! Работать! Оки-доки. Пока поговорить. Приближаемся к местному назначению, капитан. Ясно. Так, надо. Надо, надо, надо выйти в нормальную скорость. Нормальная скорость. Есть, сэр! Опа! Вот это затормозили. Опа! Планетка. Так. Засекай мусорный бакен, сэр. Так, надо собрать мусор. Включаем. СМС. Систему сбора мусора. Есть, сэр! Ну, как пылесос заработал. Прямо как пылесос. Эх ты, классно. Ну да, ну да. В бой идут одни знатоки. Хе-хе-хе. Вы помните? Оно и сейчас это есть. Ти-ди-ди-ю! Клуб знатоков. А вот мешок с мусором летит. Нам его нужно забрать. Хоп! Чавк-чавк! Скушали. Опа. Капитан, по-моему, в данном мусорном отделении есть что-то живое. Так. Капитан, сходили бы вы сюда. Здесь мусорненький что-то скрипится и подбывает. Надо сходить, посмотреть. Надо сходить. Ух ты, ну как скрипит у нас кресло. Выходим. Идем к Клифу. Ой, что там там есть? Клифи. Еще, там тут, наверное, опасно. Идите первым. Я не пойду туда. Так, ну да. Это у нас мусорные отсеки. Там есть кнопка, которую мы нажали. И... Ух ты! Хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо! Ой, сколько гадостей! Хоп! Ой, о-хо-хо-хо-хо! Ой, о-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо! Кто это? пути-мути-пути ах ты мой маленький я тебя оставлю себе теперь тебя зовут спайк уполз куда-то уполз это куда малыш даже у нас тут у нас какой-то ящик данном совет или много чего позабирать вот это какой-то лазерный лазерный резак фирме шамаровский чертовски удобная вещь шмерзовский лазерный так надо его попробовать взять да подумал эта вещь может вам пригодится что у нас тут еще так какая-то пробка запасная пробка да наверно нам тоже пригодится взять себе подумал что ты вещь пригодится собираешь ее себе так дуракова одному тебе неизвестно зачем вам крифи у крифи он не нужно она может пригодится ну-ка заберем так что у нас тут еще посмотрим так это все это все не то это все не то как-то оно особо не выделяется так какие-то крифовские вещи дрели какие-то непонятно что так молотки нажимы так вон там смысл так так расчистили так и так это у нас что это у нас вещь это там по-моему кислотные таблетки я уже не все нажимаем чтобы вас или не загружать так забрали это все где он там пойдем сходим этот отсек что у нас там за отсек так это у нас по моему если мне память не изменяйте комната телепортации так посмотрим что это у нас такое таком заслужит как транспортная отсек телепортера и научная лаборатория нет нежды говорить о совмещении таких разных функций привык очень интересные последствия крифи прикасывал телепортера удобное устройство для включения голосом вначале он использовал реагирующий на хлопок устройство после визита одного инопланетного дипломата решившего в изучении технической юрики аплодисментами вследствие чего его сопровождение без вести пропало в космос в космосе крифи остановился на теперешней настройке то есть на голосовой так это хоббитуд контейнер какой-то там для хранения всякой живности так походим да где же ты ходишь а А, ты здесь Опять, опять скрылся Опять скрылся куда-то Спайк, малыш, ау Опа, ой-ой-ой-ой-ой, куда я провалился Да, ой-ой-ой, ну вот это да А, ты посмотри, это же дурька в игре Так, куда же он делся Ну, больше негде, только здесь Пройдёмся, походим О, вот он появился Ой-ой-ой-ой, какой ты миленький, маленький И чпак Вот так вот, в карманы Так, давай-ка мы его Вот в это В эту штуку запихнём, да? И там у нас есть таблетки антикислотные Чтоб он нам тут ничего не попортил Я так думаю, что так Спайка берём Ложим в этот отсек Так, отлично Циферки добавляются Ну и таблетки кинем сюда тоже Кидаем Класс, вот, по 20 370 очков закрыли Бедняга, наверное, съём что-то неподходящее Таблетки должны уменьшить его кислотность Ну да Теперь он не будет нам портить Наши палубы и всё остальное Ладно, идём на мостик На капитанский Идём на капитанский мостик Заходим внутрь Садимся на кресло А эти балдеют Ну ты смотри, а, как они Как валентяя их раздал Пи-пи Садись Садись, Рожер Слушай, шеф, огромное тебе спасибо Я весело набирался мусором Почаще бы так А спасибо за вашего таракана, шеф Наконец-то залпал все За пирси Так, ладно, друзья На этом мы закончим Потому что это слишком долго Ждём в следующей серии Запишем Сейчас мы это дело записали И запишем его как спайк И в следующий раз Мы начнём с этого места Друзья, приходите к нам На канал Подписывайтесь Ставьте комментарии Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь Нажимайте колокольчик И, конечно же, обязательно Делитесь с друзьями И всё вам будет добре Пока всем, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!